Друзья, привет! С вами снова Стас Быков. И данное видео я хотел бы адресовать школьникам, которые хотят заработать деньги в интернете. Есть несколько способов, которые я выделяю, которые позволяют зарабатывать хорошие деньги. Мы не будем сегодня говорить о каких-то там биржах труда, где мы зарабатываем 50-100 рублей в день. Нет, мы будем говорить о заработках, которые реально позволяют жить школьнику, покупать себе обеды, пригласить девочку в кино. Все это будет реально, если вы выберете себе направление и будете в нем развиваться. Итак, погнали! Первое направление, и сейчас этот тренд, это завести канал на YouTube. На YouTube можно реально заработать. Вы создаете канал и зарабатываете деньги двумя способами. Двумя простыми способами. Первый способ это внутренняя монетизация YouTube рекламы от AdSense. Все, что вам нужно делать в таком случае, просто записывать ролики и сделать так, чтобы их просматривали. Ну и второй способ, вы можете подключиться к партнерским интернет-магазинам, делать ссылочку в ролике, под роликов, тем самым, когда человек будет переходить на данную ссылочку, вам будет капать процент с его покупки. Да, можно это адаптировать под ролики, которые, какие-то обзорные ролики техники, какого-то продукта, и вы просто его рекомендуете и размещаете ссылочку. Ну, идея понятна. Первый способ, я думаю, вам понятен. Если вам он очень интересен, то вы можете зайти на другие видеоролики на моем канале и более детально уже изучить этот вопрос. Я там все разжевываю. Начинайте изучать и зарабатывать на канале YouTube. Второй способ, который я бы хотел порекомендовать, монтаж видео. Это считается удаленной работой, вы можете зарегистрироваться на таких биржах, как Freelance.ru и предлагать свои услуги по монтажу видео. Конечно же, нужно обладать какими-то знаниями, но они не такие уже сложные, этому можно обучиться. Обучитесь, найдите на YouTube видеоуроки по монтажу видео в той или другой программе, потестируйте эту программу, найдите, которая ближе к вам и начинайте совершенствовать свои навыки в монтаже видео. Данная услуга сейчас очень востребована. Она вытекает из первого нашего вопроса, потому что сейчас YouTube в тренде. Все больше появляется авторов каналов, которым нужен монтаж. И тем самым вы здесь как раз будете к месту. Монтаж видео по стоимости оценивается по-разному. Новички могут получать 500 рублей, уже продвинутые какие-то монтажеры от 10-20 тысяч рублей за ролик. Конечно же, все зависит от ваших навыков. Но тем не менее, это второй источник дохода, который реально можно использовать для зарабатывания денег. Третий способ – это оформление, дизайн каналов на YouTube, в пабликах и групп ВКонтакте, также Инстаграм, ну и вообще любых социальных сетей. Здесь потребуются навыки дизайна, конечно же, но кто сказал, что без специальных знаний можно хоть что-то в интернете заработать? Конечно, можно, но это будет рабский труд и получение копеек. Мы же говорим о способах заработка, где реально может заработать себе достойный доход. Поэтому вы можете оформлять каналы, оформлять именно группы ВКонтакте, в Фейсбук, в Одноклассниках, в Инстаграм, и зарабатывать неплохие деньги, так скажем, потому что за дизайн ВКонтакте, например, менюшки и аватарки – это от 3-4 тысяч. Ознакомьтесь с этим вопросом, у меня тоже на канале есть видео. Если вам интересно это направление, то начинайте изучать, ищите информацию, и вы добьетесь успеха в этой отрасли. Сейчас она тоже очень популярна и востребована. Следующее направление – это создание сайтов. Я созданиями сайтов занимаюсь с 2004 года, на этом я съел собаку уже, и я могу с уверенностью сказать, что это действительно работа, которая приносит хороший доход. Она была востребована, и тогда она востребована, и сейчас она и будет востребована дальше. Поэтому, если вы будете прокачивать свои навыки в создании сайтов, в создании посадочных страниц, страниц подписки или лендинг-пейдж, то ваши навыки всегда будут нужны, и они оцениваться будут дорого. Конечно же, все будет зависеть от качества выполнения вашей работы, но, тем не менее, если вы выберете данную нишу, то голодать вы точно не будете. Это я знаю по себе, и я вам рекомендую данное направление тоже изучать. И еще один способ заработка – это ведение своего личного блога. У меня есть, например, блог stasbykov.ru, можете посмотреть. Я пишу туда статьи на темы, которые мне интересны. У меня там есть баннерная реклама, я именно на ней зарабатываю. Чем больше качественнее будут мои статьи, чем качественнее я их адаптирую под поисковые системы, тем больше будут посетителей. А чем больше у меня будет посетителей, значит, тем больше будет идти трафик на рекламу, тем, значит, реклама будет дороже. Ведение блога позволяет тоже хорошо заработать в интернете, практически на автопилоте. Вы просто пишите статьи, посвятите себе день-два в неделю для статьи, и тем самым ваш блог будет набирать вес в интернете, и статьи будут появляться все равно новые и новые темы. Конечно же, я рекомендую всегда стартовать с написанием тем, которые сейчас в тренде, которые сейчас ищут люди. И тем самым вы будете зарабатывать на размещении рекламы на своем блоге. Вот, дорогие друзья, дорогие школьники, данные способы реально позволят вам заработать в интернете. Конечно же, где-то нужны специальные навыки, специальные знания, но без этого никуда. Здесь два пути. Или вы будете выполнять рабский труд на каких-то биржах труда, перегнать видео в текст и получать за это какие-то 100 рублей, или сделать, например, какие-то клики, один клик за 10 копеек. Это же смешно. Или воспользоваться моими советами данными направлениями, потратить месяца, два, три, четыре, пять на изучение данного направления и уже зарабатывать неплохие деньги. Ну, я думаю, на сегодня все. Тему я раскрыл. Данные способы я рекомендую. Ставьте лайк, если вы уже занимаетесь каким-то способом, или напишите в комментариях, какой способ вам больше понравился. Я далее попытаюсь в следующих видео его более детально раскрыть. Ну, всем удачи! Учитесь зарабатывать в интернете! С вами был Стас Быков. Пока-пока!